Продолжение следует... Трагедия, господа. Все смартфоны стали до жути однообразными силами. Красивые, мощные, хороши собою, все как на подборную, скучные, аж зацепиться не за что. И тут мне пишут ребята из Мотороллы, предлагая взять смартфон-театр, первое действие которого начинается вот с этого представления. Все вокруг хватаются за сердца, за головы и другие части тела, бросаются спасать драгоценного, кричат «Ты что, дурак? Это же так дорого стоит!» А ты невозмутимо поднимаешь его и повторяешь процедуру, потому что не поверите, эта штука вообще не бьется. Как вы уже поняли, у Мотороллы я его брал с одним условием — не щадить ни секунды. Издеваться как могу и пользоваться так, будто я настолько криворукий, что бью по 10 экранов в год. В общем-то я почти так и делаю. И когда взял в руку, его стало удивительно жаль, ведь ни в одной детали он не выдает в себе крепкое и защищенное устройство. Лишь мои изуверства в виде бесконечных вмятин и шрамов намекают на то, что жалеть здесь нечего. X-Force был похож на танк, а этот — просто аккуратный, запредельно тонкий и легкий, весь такой глянцевый смартфон. Ну, вспомните то, что придается под видом настоящей защищенности. Резиновые накладки, бесконечная ребра жесткости, а здесь телефон да телефон, как и все в линейке Moto Z. Шершавая на вид спина из семитычного алюминия настолько глянцевая, что на ощупь ее легко спутать со стеклом, но несмотря на это повреждений на ней минимум, материал стойкий. А если кто хочет в очередной раз пострадать, мол, Моторолла все растеряла, ну, присмотритесь же и заметьте те самые черты и жесткие линии из первых дроидов, так что все у Moto с дизайном в порядке, на мой взгляд. Печально, что полноценной влагозащиты здесь нет, только отбрызг. Такое вот чудовищное противоречие. Вроде и бесстрашного парня покупаешь, а вроде и убить его можно одной неловкой попыткой поплавать. 5,5-дюймовый AMOLED дисплей стал намного лучше, чем в X-Force, и это, по большому счету, все, что вам нужно о нем знать. Уже нет ощущения, будто он куда-то утоплен, повышенная яркость не затрудняет чтение на солнце, цвета без перегибов, и в целом, да, экран приятный, как у всех. Конечно, матрица не самая продвинутая, в новых Samsung'ах, ясное дело, намного лучше, ну и серьезных минусов я не вижу. Другой вопрос, что важно здесь даже не это, а новое покрытие Shutter Shield. Правда ли он не бьется? Ну, если вас кто-нибудь выбесит на борту самолета, и вы решите расстаться с Force'ом с высоты 10 тысяч метров, то, конечно, ему крышка. В остальном, сколько ни падал, сколько ни скатывался с лестницы, это покрытие наверняка сэкономит вам много-много денег. Но помните, он не бьется, зато царапается. Царапается глубоко, раз и навсегда. Но заслуга компании в том, что они сделали полезную вещь без ущерба опыту использования. И загрязняется экран неохотно, и оттирается просто молниеносно. А вот если дисплея мало, самое время достать первый, мой любимый Moto Mod проектор. Как в кабинете информатики не получится, и настраивать его полчаса не придется. Все, что вам нужно сделать, это избавиться от лишнего света, выбрать максимально белую поверхность, немного покрутить колесико фокусировки и смириться с тем, что вам только мерещится сосед, постоянно шуршащий чипсами. Это ваш личный кинотеатр, наслаждайтесь магией. Возразить на это можно тем, что существуют маленькие проекторы. Ну а сами представьте эту ситуацию. Вы постоянно таскаете в сумки его, ноутбук, кучу проводов, но это же вообще не то. А тут вы и так взяли телефон, он у вас всегда с собой. Осталось только закинуть мод в карман, и будьте уверены, что если вас внезапно позовут в гости первый раз за 10 лет, все друзья будут сидеть с настолько обомлевшими лицами, что ходить к ним вы будете чаще, потому что это просто незабываемое шоу. Мод проектор это такая технология, когда не стыдно по-дурацки улыбаться. Технология, которую мне захотелось принести своему дедушке, будь возможность бабушке, показать и спросить, ну как тебе 21 век? Если делать картинку максимально гигантской, метра так два с лишним ширину, яркости, как и разрешение 480p, будет не доставать. Но мне это не мешало смотреть что-нибудь не особо требующее внимания к деталям. Драмы, сериалы и подобное кино заходит волшебно. Проектора хватает в среднем на час. Все-таки устройство сложное, с кулером внутри. Потом он начинает питаться от телефона, и в итоге выходит около 4 часов. Кстати, о проводах. Почему нет разъема для наушников? Каково было мое удивление, когда я сравнил его по толщине с Z2 Play, и они оказались одинаковыми. Но в Z2 Play разъем 3,5 мм есть, соответственно и радио тоже. Черт возьми, да это же просто неудобно. Когда ты ставишь телефон в виде проектора, ты подключаешь и тот, и другой на зарядку. И разъем USB у тебя просто оказывается занят. И здесь, весьма кстати, могла бы оказаться колоночка в виде мода, но в ней нет встроенного блютуза. Соответственно, не подцепив ее к телефону, активировать я ее не смогу. И глядя кино с проектора, я должен довольствоваться либо звуком из этого малюсенького динамика, либо раскошеливаться на еще одну блютуз-колонку, чтобы создать себе целый домашний кинотеатр. Почти у всех модов есть свой аккумулятор и разъем USB-C. Мощные магниты, большие выемки для пальцев, чтобы легко снимать. Подключаются они за секунду, определяются автоматически. И если вы, например, подключили камеру 360, то приложение камеры будет запускаться в специальном режиме с учетом новых функций. Обычно весь энтузиазм заканчивается, когда сторонние разработчики не обращают внимания на твои идеи. Здесь же постоянно появляются концепты новых модов. Amazon недавно выпустила мод-колонку с помощником Алексой. Polaroid делает мод для хипс... Мгновенной печати снимков. Даже на Алиэкспрессе продают какие-то... Кстати, об Алиэкспрессе. Вы наверняка уже покупаете там или только собираетесь. Это не важно, потому что делать это, как и в любом интернет-магазине, нужно с умом и полным ощущением безопасности. Потому что, к сожалению, продавцов слишком много, и не все они оказывают качественные услуги. Поэтому я с большим удовольствием советую вам замечательное расширение для браузера и мобильное приложение Али Тулс. Эти ребята анализируют продавцов с рейтингом от 0 до 100%. Они от 80 до 100, как это обычно бывает на площадке, ищут обзоры по всему интернету, чтобы вы точно знали, вещь хорошая, надо брать. И следить за динамикой цен, потому что многие продавцы искусственно завышают их и потом сбрасывают, выдавая это за скидку. Как вы понимаете, не очень выгодная история. Еще есть очень нужная вещь, избранная. Кидайте туда товары, а Али Тулс потом сообщает «Подешевело, дружище, иди покупай!» По-моему, штука полезная и очень нужная. Пользуйтесь, устанавливайте по ссылке в описании, ну и помните, что тем самым вы еще и нас поддерживаете, потому что оператор вон грустно стоит. Ты чего? Объектив новый хочет. Ну ладно, давай, че там Алиэкспресс? У тебя Али Тулс-то стоит? Суровый процессор и огромное количество оперативной памяти работают так. Открываете Play Store и начинаете раздолье, скачивая все, что под руку попадется. Приложения, какие угодно, игры, все на максимальной графике 60 кадрами в секунду, это несмотря даже на разрешение экрана, без вопросов. Игровым я справедливости ради Force бы не назвал, за этим обычно ходят к OnePlus и подобным, а нет, достаю из не таких уж и широких штанин Moto Gamepad и мечты о Nintendo Switch не растворяются полностью, к сожалению. FIFA поиграть в метро так и не удалось, как завидовал тому парню, так и продолжаю. И вины Мотороллы в этом нет, они-то как раз сделали все. Аксессуар, созданный с игровым подразделением Lenovo Legion, один из лучших геймпадов, что я видел для телефонов. Классные стики, упругие точные кнопки, даже разъем для зарядки и наушников снизу сделать не забыли, чтобы вы никого лишний раз не выводили из себя звуками выстрелов, играй на здоровье, но правило диктует приложение Moto Game Center, где только на первый взгляд есть бесконечная лента тайтлов любых жанров, выбор-то в лучшем случае ограничен линию разработчиков. Ни в какую не желающих обновлять свои проекты для поддержки геймпадов, в итоге в магазине их насчитывается совсем мало. Но выжать из андроида как игровой платформы все, этот мод позволяет на 100%, а большего пока не дано. С интерфейсом все как обычно хорошо. Чистый и свежий андроид с редкими изменениями, но в лучшую сторону. Иконки, любимый круглый виджет и, конечно, жесты, от чего-то приводящие всех в детский восторг. Одна претензия – активация дисплея проведением руки просто злит. Закинешь телефон на диван, мимо пройдешь – загорается. На стол положишь – любая тряска – загорается. Вечно отвлекает. Идея отличная, но либо уж пускай всегда горит тогда, как у Самсунга, либо не мелькает лишний раз. Вот это – это ранит в самое сердце. Моторола, объясни мне, кто надоумил тебя сделать настолько яркий акцент на камеру, сделав ее двойной, где один сенсор черно-белый? Я купил этот телефон для того, чтобы скакать по горам, заниматься спортом, бегать и снимать это все, как если бы у меня в руках была GoPro. Почему в Moto X четвертого поколения он есть, а здесь, где он был бы так полезен, вы решили зачем-то уйти в ЧБ? Тем более, что в отличие от Huawei я не чувствую ни капли глубины, этой мягкости и пленочности. Я получаю снимки, на которые будто просто набросил фильтр из Инстаграма. Так скажите, зачем? Ну, помимо динамического диапазона, конечно, и да, цвета здесь действительно естественные, натуральные. Их прям много, они сочные. От реальности практически не отличишь, если снимаешь днем. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю? Снимки с основной, ну, нормальные, чуть выше среднего. Слабенькая диафрагма, нерасторопность, фокусировки. Войти в пятерку лучших камер года она явно не претендует. Ночью без заметного уменьшения экспозиции не обойтись, но цвета и резкость в светлое время нравятся. Даже очень. Буквально пару лет назад в мото делали сильный акцент на камерах. Сейчас это куда-то делось, а зря. Ведь могут и должны, учитывая всеобщую страсть и требовательность в этом плане. От скуки спасает мод камера 360, снимающая все вокруг в 4К. Но качество таких устройств еще далеко от хотя бы терпимого. Важные события я бы так не снимал, разумеется. Да и вы наверняка заметили, что внезапная популярность 360-градусных видео как-то затихла пока. Хотел было выйти в эфир на ютубе, протестировать. Обещание в 360 поддерживается модом только в фейсбуке, что расстроило невероятно. Ну или я что-то на ходу не сообразил. И чтобы хоть как-то разнообразить ситуацию, подключаю мод Hasil Blood с 10-кратным увеличением. Дьявольского улучшения качества я не заметил, но путешествуя всегда полезно иметь аксессуар при себе. О настоящем увеличении в смартфонах без вреда внешнему виду я всегда мечтал. Жаль, работает это несносно и медленно. Съемка превращается в целый процесс, что губит идею скоростных снимков на ходу. Но в большинстве своем эти нервы того стоят. Смотришь на него и думаешь, тонкий зараза, наверняка живешь максимум полдня. Но нет, несмотря на не самый емкий аккумулятор, эта штука с утра, где-то с 7 часов, до 21 часа вечера у меня стабильно доживала. При том, что я не пялюсь в экран каждую секунду, но достаточно часто проверяю твиттер, смотрю ютуб, снимаю, слушаю музыку через интернет. Проблему возможной нехватки энергии полностью решает тонюсенький мод аккумулятор с, на секундочку, быстрой зарядкой. Это удивительно полезная вещь. В течение дня поддерживающая телефон на 80%, чтобы не сел внезапно. Казалось, 2730 мАч будет катастрофически мало, но даже в поездке, где Форс отчаянно цеплялся за сеть из поезда, а потом страдал от постоянных твиттеров, ютубов и стриминговой музыки, уверенно его хватило на полдня, что не сильно лучше, но и точно не хуже других. Откровенно, средний звук динамика намекает на Sound Boost 2. Мод создан из компании JBL, и как же весело с ним было. Я привык сидеть в наушниках, поэтому ни одной колонки дома не держу. А тут прям возрадовался. Встанешь утром, зарядишь на полную громкость, чтоб на всю квартиру слышно было, и скачешь как ужаленный. При этом и поставить можно где угодно, и качество неплохое. Только не воспринимайте это как призыв к действию. Общественные места, поезда, метро и другой транспорт точно не для вас. И не забывайте, пожалуйста, периодически колонку отцеплять, чтобы не ошарашивать окружающих пронзительным звоном мелодии звонка. Качество микрофонов оценивайте сами. Я сейчас в студии, но стою возле открытого окна. Шумы с улицы не должны попадать в микрофоны и раздражать вас, потому что шумоподавление здесь неплохое. Микрофонов несколько, и качество они у мода, как всегда, выдающегося. Пишет голос чисто, объемно. Сказав в начале о том, что от смартфонов я слегка подустал, ни в коем случае не хотел показаться шибко умным, ворчливым и нудным. Мне лишь кажется, что смартфоны, в одночасье определившие себя как маленькое дополнение, которое мы покупаем, просто потому что когда-то должны стать чем-то большим. А МОТО надо похвалить хотя бы за то, что они сделали первый по-настоящему качественный модульный смартфон, дополненный еще и приятным бонусом в виде небьющегося дисплея. Ведь что еще нам от телефона надо, чтобы радовал каждый день и работал долго. Правда, звучу как продавец в магазине, но зато честно. Моды на первый взгляд кажутся заплатками, компенсации того, чего в Z2 Force изначально нет, но на самом деле телефон и без них оказался абсолютно самодостаточным. Но заканчивается эта радость, когда я слышу вопрос Арсений, дорогой, а сколько же это стоит? Есть ли в нем хоть что-то сделанное намного круче остальных флагманов, небьющееся покрытие разве что? А в целом, наверное, нет. Конечно, можно схитрить и сэкономить, купив Z2 Play, это по сути субфлагман без небьющегося дисплея, двойной камеры и еще некоторых нюансов, рассуждать о ценах пошло. Я стараюсь этого никогда не делать, но в данном случае это видится мне единственным недостатком, потому что полный комплект вместе со смартфоном обойдется вам как хороший, классный ноутбук. Готовы ли вы тратить такие деньги на развлечения? Да, бесспорно, получая максимальную производительность, универсальность и разнообразие, не знаю. Наверное, шанс удивлять себя и удивлять окружающих каждый день по-новому дорогого стоит, но не все могут его себе позволить, откровенно говоря. И Motorola, задумайтесь над этим, пожалуйста. Мне хочется видеть большую коробку комплектом, где лежит и смартфон, и все моды. И чтобы это было со скидкой и в итоге получалось дешевле, тогда, возможно, я смогу не оправдываться. Ну, это дорого, да, ну, посмотри, как это классно. А я смогу искренне это рекомендовать. Тем более, что многие, к сожалению, уже просто забыли за что и когда вообще любили эту компанию. Благодарю вас за просмотр, не забудьте подписаться на канал, твиттер и другие социальные сети. Ну что, я зря стараюсь, пиша туда много интересного почти каждый день. Спасибо магазину фонэмпайр.ру за поддержку канала. Ребята бесплатно доставят вам оригинальный товар по всей России. Вежливо обслужат, дадут гарантию и скидку по промокоду Диамагнетик. Ссылка в описании, не забудьте обратиться. Это был Арсений Петров, избивчивый, понимаю, простите, рассказ о мото Z2 Force и обо всех модах. Новых нам встреч.